На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. Вначале коротко о главных событиях четверга. Хорошо мы построили систему, где мы будем течище. Мечта нефтьюганцев – ливневая канализация. Сколько нужно денег, чтобы воплотить в жизнь этот проект? Новый федеральный государственный образовательный стандарт призывает к пониманию. Необучаемых детей нет. Безбарьерная среда. Дети с ограниченными возможностями здоровья придут в обычные школы и классы. Я бы всем посоветовал, конечно, беречь на глазах. Неизлечимо, не оперируется и грозит слепотой. Глаукому, в том числе у молодых, стали регистрировать чаще. Общественная стоянка на 200 автомобилей появится напротив 12 микрорайона, рядом с окружной клинической больницей. Отдельной парковки для личного транспорта медицинского персонала пока не предвидится. На эти и другие вопросы жители 7 микрорайона ответил Николай Цибулько. Проект благоустройства первого микрорайона разрабатывали три года. В него заложили тротуары, озеленение, детские площадки и даже парковки на общую сумму 300 миллионов рублей. Когда его воплотят в жизнь и дойдет ли очередь до 7 микрорайона, жители выясняли у главы города. В масштабах города это уже на миллиарды выникло. Естественно, это процесс длительный, но делаем все, чтобы это было более-менее нормально, более-менее возможно было пользоваться транспортом и радоваться этому. Надо просто быть оптимистами. С приходом тепла стало невозможным вывозить оставшийся снег на специализированные полигоны. Нефтьюганск накапливает талые воды, а сливать их некуда. Оказалось, что построить систему ливневых стоков технически возможно, но для этого потребуются немалые средства. Для того, чтобы запроектировать данную систему, надо необходимо построить очищенные сооружения. Потому что когда мы будем проходить экспертизу данного проекта, нам эксперт скажет, хорошо вы построили систему, где вы ее будете очищать. И готовы ли ваша очистка принимать те структы, которые у вас будут образовываться. 23 миллиона заложили в бюджет на ремонт проблемных участков нефтьюганских дорог. На те же цели компания «Роснефть» выделила еще 180. Эти средства в том числе пойдут на реконструкцию набережной и парковой улиц, стоянки и дороги к лыжной базе, а также к Центру национальных культур. Елена Галиман, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня Всемирный день здоровья. Нефтьюганские медики ежегодно 7 апреля выходят на улицу, чтобы провести на свежем воздухе утреннюю гимнастику и показать пример здорового образа жизни всем остальным горожанам. На этот раз в ней приняло участие более 150 сотрудников окружной больницы, как врачей, так и младшего персонала. В этом году День здоровья проходит под девизом «Победим диабет». В медучреждениях Югры сегодня прошли акции, посвященные вопросам профилактики этого заболевания. Жителям напомнили, что риски его возникновения помогут снизить регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион. Стоит отметить, что в Юганске школа диабета работает круглогодично и ежедневно на базе дневного стационара. Здесь каждый желающий сможет получить консультацию специалиста. На диспансерном учете с диагнозом диабет в городе состоит более 3,5 тысяч взрослых пациентов и 27 детей. Грозное заболевание глаз, глаукома, помолодело. Если раньше его выявляли в основном среди людей пожилого возраста, то сейчас такой диагноз нередко ставят 30 и 40-летним. Кроме того, выявлять глаукому стали гораздо чаще. Сегодня около тысячи нефтеюганцев страдают этим недугом. Репортаж нашего корреспондента. Глаукома в 100% случаев ведет к слепоте. Так написано в медицинских учебниках. Если при близорукости изображение постепенно становится все более расплывчатым, то глаукома ведет себя иначе. Здоровый человек видит картинку целиком. Но когда у него возникает глаукома, то поля зрения постепенно сужаются. И вместо полной картинки он видит уже только центральную ее часть. Ежегодно во время диспансеризации выявляется огромное количество глазных заболеваний и глаукома среди лидеров. Современный человек, в отличие от своих предков, перестал смотреть вдаль. В этом офтальмологи видят причину плачевной статистики. На что бы мы ни направили взгляд, находится рядом. Глаза не выдерживают такого напряжения. Это связано вероятнее всего с тем, что много стало письменной работы, много людей стали заниматься с компьютерами, включая в молодом возрасте. Что довольно вредно сказывается на глаза. У некоторых людей риск заболеть глаукомой выше, чем у остальных. Например, если у человека есть сахарный диабет или глаукому диагностировали его близким родственникам. Как ни странно, но провоцировать это заболевание может слишком большой прием жидкости и чрезмерное увлечение баней и сауной. А предвестником глаукомы всегда является высокое внутриглазное давление. Болезнь, как правило, протекает бессимптомно. И на ранних стадиях ее помогают выявить всевозможные профосмотры. Этот мужчина на больничную койку попал недавно. Возникла резкая боль и помутнение в глазах. Я бы всем посоветовал, конечно, беречь на глаза. Просто это понимать начинаешь только уже в больнице, когда столкнешься, вот рядом все это, видишь людей, которые уже перестают практически видеть. Поэтому хочу сказать всем, берегите глаза. Глаукома неизлечима и неоперабельна. Это значит, что операции делать бессмысленно. Но все же достаточно эффективная терапия, способная затормозить развитие заболевания и сохранить зрение, существует. Это индивидуально подобранные капли, применять которые придется до конца жизни. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Гимнастика для глаз. Воспитанники детского сада «Чебурашка» выполняют ее несколько раз в день. В это образовательное учреждение ходят не только здоровые дети, но и 60 малышей с плохим зрением. Чем отличается коррекционная дошкольная образовательная программа от обычной, выясняла наша съемочная группа. В «Нефтьюганске» более 26 тысяч детей. Из них почти 12% имеют какие-либо глазные заболевания. Главным образом – близорукость. А 99 человек, в том числе дошколята, стоят на учете у офтальмолога, потому что их зрение стремительно падает. Ты сортируешь по цвету, не по размеру? Он коричневый-темный. Темно-коричневый? Есть у тебя темно-коричневые бабы здесь еще? Со слабовидящими малышами занимаются тифлопедагоги. В «Нефтьюганске» их всего два. Они работают по специальной программе «Плаксины», главное в которой – индивидуальные занятия. Много внимания здесь уделяют развитию осязания. Для слабовидящего ребенка оно играет гораздо большую роль в познании мира, чем для здорового малыша. Если ребенок быстро утомляемый, мы не можем перегружать его. И приходится занятия делать как можно короче, можно так сказать. Самое главное у нас правило – не навреди. Техника рисования пальцами – один из методов нетрадиционной педагогики. Ребенок должен выбрать необходимую палитру и разукрасить фигуру, не выходя за контур. Конечно, все обучение происходит в процессе игры. Так же, как и занятия в сухом бассейне. В игрушечном тазу – сушеная скорлупа грецких орехов, бобы и другие природные материалы. Прятались ручки. Где наши ручки? Вот они ручки. Что касается детей подготовительной группы, их тифлопедагоги интенсивно готовят к школе. Больше внимания уделяют корректировке зрения. Алеша провел в садике целых четыре года. И в следующем году пойдет в первый класс. В последнее время мальчик всерьез увлекся выполнением графического диктанта. Это занятие, которое нужно все делать по клеткам. Если учитель говорит, надо что сделать, например, три клетки направо, то нужно делать графический диктант. Программа, которую предлагают в этом детском саду, действительно дает результат. Их подтверждают многолетние наблюдения, замечают дети и их родители. У детей хорошая динамика. То есть, если у ребенка косоглазие или амблиопия, то ребенок выходит с лучшими показателями. То есть, он может уже не применять заклейки, не применять оклюдеры при обучении в школе. Только просто носят очки. Сейчас в детском саду работают четыре группы, компенсирующие направленности. По 15 человек в каждой. Посещают их дети с трех до семи лет. Записать ребенка в такую группу на следующий учебный год родители могут уже сейчас. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов. Телерадиокомпания «Юганск». Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных школах. Введение нового государственного стандарта обсудили на заседании образовательной коллегии. Подробности у Елены Галиман. В общеобразовательных учреждениях «Нефтьюганска» обучается большое количество детей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, 23 слабовидящих, 59 с проблемами слуха и 40 с нарушением речи. Универсальная безбарьерная среда для таких ребят уже существует на базе 8 и 6 школ, а также прогимназии и сообщества. Новый федеральный государственный образовательный стандарт призывает к пониманию. Необучаемых детей нет. С 1 сентября 2016 российские дети с ограниченными возможностями здоровья смогут обучаться не только на дому, а также в специализированных школах или классах, но и в обычных общеобразовательных учреждениях. Способствует этому внедрение нового образовательного стандарта. Создать адаптивную среду для учеников с отклонениями будет непросто, однако специалисты прогнозируют положительные результаты. Мы не умеем, еще не научились сочувствовать, помогать, сопереживать. И поэтому возникают разные ситуации. От таких ситуаций сложно и тем ребятам, которые пришли в школу, которые имеют некоторые отклонения, и тем ребятам, к которым они пришли. Важную роль в адаптации особенных детей играет семья. Зачастую при столкновении с трудностями родители завышают требования к собственным чадам. Чрезмерные нагрузки приводят к стрессу и отторжению ребенком социума. Исправить ситуацию помогут специалисты, в том числе психологи. Больше внимания обращает на свои детей, потому что сейчас уклон делается в основном на интеллектуальную доминанту, не учитывая эмоции ребенка. Например, ребенок не может поделиться своими эмоциями, рассказать о ней. Организовывать обучение ребенка с учетом его интересов и особенностей помогут тьютеры. Такой педагог поможет ученику заниматься тем, что ему интересно, при этом не отставая в рамках общеобразовательной программы. Несколько нефтьюганских учителей сейчас проходят обучение этой практике. Елена Гайлиман, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Кадеты нефтьюганска стали победителями регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох». Сегодня команда 4-й общеобразовательной готовится ко всероссийскому уровню. Местная команда настроена серьезно, ведь прошлые годы они уступали первое место лишь кубанскому казачьему войску. Победителями на региональном уровне 4-я школа становится 5 лет подряд. В 2016-м «Кадетское братство» лидировало в «Казачьем сполохе» в семи номинациях из 11. Состав команды ежегодно меняется, хотя остаются и ребята, которые ведут новичков к победе. Чтобы новая команда не растерялась, нужен был, по крайней мере, знающий и опытный игрок этой игры. И решил я поехать, чтобы помочь новым ребятам. Здесь строевая и огневая подготовки, полоса препятствий, конкурс казачьей песни, историческая викторина. Кстати, последнему этапу ребята уделяют особое внимание. А для лучшей подготовки преподаватели составили специальную программу, где отражены все ключевые моменты. Например, когда появились казачьи войска на территории нашей страны, какую роль они сыграли. То есть вооружение, одежда. Ну, практически всестороннее изучение истории казачества. Помимо прочего, по итогам каждого вида программы участники выпускают боевой листок. Там ребята должны отразить основные события каждого дня, свои успехи и неудачи, а также общее впечатление. Сегодня команда кадетской школы серьезно готовится ко всем этапам соревнований. Оно и неудивительно. Они поедут защищать честь всего сибирского казачьего войска. Кристина Кочерова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Православная церковь сегодня отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают события, описанные в Евангелии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира. Практически все иконы Благовещения украшают белая лилия – символ чистоты и непорочности. У славянских народов Благовещение считалось третьим по значимости величине праздником после Рождества и Пасхи. Название христианского праздника передает главный смысл связанного с ним события – Возвещение Деве Марии – благое вести о рождении ею Христа. Пост в этот день становится менее строгим. С праздником связаны многие народные традиции и приметы. Например, считалось, что сегодня нельзя начинать новые дела. В этот день весна окончательно побеждает зиму. Отсюда и поговорка – на Благовещение цыган шубу продает. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтеюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok